МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Голос Крыма. С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Алим Якубов, фотограф и друг Геннадия Фанасьева. Здравствуйте! Скажите, Алим, вы когда последний раз видели Геннадия? С Генном мы последний раз встречались в мае, 7 мая 2014 года в Крыму. Собственно говоря, эту фотографию делал я и решил пофотографировать его. Не знаю, на прощание так бы как бы. Так получилось. Организовали съемку и отдыхали, гуляли. Последний раз была встреча 7 мая. И ничего не... даже не было намеков со стороны Геннадия или окружающих, что вот... Вообще. Мы обсуждали Украину, мы обсуждали... Ну, как бы, вопросы в плане, там, поддержки Украины. Но ничего не предвещало и как бы даже не догадывался, что вообще такое возможно. И он, я думаю, тоже. Это единственный человек из вашего круга общения, из ваших друзей, которого задержали и которого... Да. Геннадий уже, правда, единственный из всех задержанных. Да, из всех задержанных. Ну, Геннадий, вот просто чтобы понимать, вы же были друзьями, поэтому вы должны точно это знать. Он общался еще с другими людьми, которые могли его, ну, не знаю, подставить или сказать, что он готовил, якобы готовил теракты, потому что, ну, Геннадия осудили на 7 лет строгого режима якобы за подготовку каких-то терактов в Крыму. Я знаю, что он ходил на курсы по оказанию первой медицинской помощи. Ну, я думаю, туда ходил не только Гена и многое, но и Галина Джекаева, ну, многие, кто поддерживал Украину, потому что у нас в Крыму до последнего был момент, что начнется война. И они вот в основном встречались все там. Я не знаю, кто там мог быть еще, кто бы мог их сдать. Я думаю, что были люди такие. А вот чем отлич... Вот почему, например, грубо говоря, не вас? Вот чем вы отличаете, то есть чем Геннадий отличается от вас? Ну, не знаю. Я, как бы, во-первых, я не ходил на эти собрания. Я был украинским активистом, ну, есть украинским активистом. Я ходил на митинги, я фотографировал митинги, но я не ходил ни на курсы, потому что у меня не было времени, у меня было много работы. Ни на какие-то там, вот, когда они ходили поджигать двери русского единства, как бы я вообще даже про это не знал. То есть они ходили делать такую акцию? Гена присутствовал. Гена не поджигал, но Гена присутствовал, да, у них было такое. Ну, это вот можно, если аналоги, вот тоже вот на Лубянке была тоже акция, да, художник, ну, артист, так сказать, его, да, сейчас содержат в СИЗО, там, какую-то меру пресечения ему предъявят. Но журналистам, которых тоже в тот момент задержали, потому что, ну, как бы соучастники, ну, в итоге какие-то соучастники, не фиксировали их потом, даже эти в этом случае, то есть дверь в Лубянке, людей отпустили. А здесь, как бы, русское единство Гоблина и Аксенова, ну... Здесь надо было запугать людей. Да, запугать людей. Окей, ну, вот скажите, пожалуйста, вот вы когда были последний раз в Крыму у себя дома? В июле месяце, ну, 2015 года. А почему? Вот этого года уже, да? Этого года, да. И планируете туда возвращаться? Пока нет. Может быть, на следующий год весной, но зимой пока не планирую. Но вы не планируете, потому что сейчас там, как бы, не покупаешься в Черном море или-или-или? Или-или. Я не знаю, что. Я тут активно помогаю Гене, в плане, пытаемся его вытащить информационно, и по-всякому. И поэтому я думаю, что мне не очень безопасно сейчас там находиться. Не знаю, как это правда или нет, но рисковать, как бы, не стоит. Вот я хочу предложить посмотреть вам, правда, вы наверняка знаете эту историю, ну, вот, скорее, нашим телезрителям. История по поводу адвоката, да, Геннадия Фанасьева, да, Александра Пупкова. Россиянина, да, который, ну, исполняет честно свой долг. Так вот, случилась пренеприятная ситуация, да, на границе между Российской Федерацией и Украиной. Украинские пограничники, оказалось, понятия не имеют, кто такой Афанасьев. Да, не особо не знают, кто такой Сенцов. Не особо знают, кто такой Сенцов. И поэтому вот адвокат мог и не попасть в Киев, где, в принципе, он давал очень важную в итоге пресс-конференцию. Давайте посмотрим этот сюжет. Ужесточение правил пересечения гражданами России и украинской границы создает проблемы доступа в страну российских адвокатов-защитников-политузников. С такой ситуацией столкнулся адвокат Александр Попков, защитник крымчанина Геннадия Афанасьева. Напомним, Афанасьев осужден в России по делу о так называемых крымских террористах, более известном как дело Олега Сенцова. На этой неделе адвокат участвовал в переговорах с украинскими властями о возможности экстрадиции Афанасьева на родину. Но столкнулся с проблемами на железнодорожном пункте пропуска Конотоп. Меня сняли с поезда, единственного, как самого вызывающего большие подозрения. Несмотря на то, что я представился, что я адвокат, я показал удостоверение адвоката, я рассказал, кого защищаю. Но пограничники украинские с трудом понимали. Они вообще не знали, кто такой Афанасьев и с трудом понимали, кто такой Сенцов. Поэтому это было очень удивительно. Александр Попков, единственный из всех российских граждан в поезде, вызвал у украинских пограничников дополнительные вопросы, которые они выясняли в течение двух часов. В это время в Киеве были запланированы встречи в профильных государственных ведомствах. Готовилась пресс-конференция с участием адвоката по делу Геннадия Афанасьева. Ее из-за проблем на границе пришлось проводить позже запланированного. Требовали у меня какое-то подтверждение от журналистов, от тех, кто меня пригласил. Зачем я сюда еду, с какой целью? Настолько я подозрительная личность. Пытались меня заставить подписать какое-то объяснение. Сказали, что если я не подпишу 80%, что я поеду обратно в Москву. Я сказал, что я не могу подписывать документы, которые составлены на украинском. Попросил переводчика. Естественно, никакого переводчика не было. Достаточно все, конечно, корректно, обходительно. Чайком меня напоили, телевизор дали посмотреть. Попасть в Украину Александру Попкову удалось лишь спустя два часа, когда завершились процедуры дополнительного контроля. Но далее адвокату пришлось добираться до Киева уже своим ходом. В Госпогранслужбе Украины и службе новостей «Волна» пояснили, считают, эти меры были необходимы в связи с тем, что адвокат впервые пересекал границу с Украиной. Напомним, с марта 2015 года Украина расторгла соглашение о малом пограничном движении с Россией, которое предусматривало специальные упрощенные условия для прохождения пограничного контроля. Такое решение принято в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями на юго-востоке Украины. Олег Слободян также заверил, что представители Госпогранслужбы намерены содействовать в пересечении украинской границы иностранным адвокатам и правозащитникам, которые защищают украинских граждан. Однако о визите Александра Попкова им известно не было. Правозащитники отмечают важность соблюдения украинскими должностными лицами прав иностранных граждан, которые работают в интересах украинских политзаключенных. Чтобы не создавать им дополнительных проблем, в и без того сложных межгосударственных процессах предлагается разработать список граждан России, которым содействие в их работе необходимо в первую очередь. Ну вот, такая ситуация. Вот вы, Алим, говорили, что в общей сложности адвокат Геннадия Фанасьева где-то 6 часов потратил на то, чтобы объяснить, кто он такой. Но действительно, не знали украинские власти, что адвокат украинского политического заключенного приезжает в Украину? Я думаю, что знали, просто мы как-то не ожидали, что его высадят и не подготовились к этому. В плане, может быть, надо было отправить им какое-то письмо удостоверяющее, что должен ехать именно адвокат. Потому что высадили только его из всего большого поезда. Понимаю. Вот с нами на прямом включении Ольга Афанасьева, это мама Геннадия Афанасьева. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я знаю, Ольга, что вы рассказывали, что вы были в колонии в Республике Коми, это в Российской Федерации, где находится ваш сын. Вот расскажите, как вы вообще доехали туда, как вас пустили? Ну, это, наверное, была какая-то провокация с моей стороны, потому что разрешения на свидание у меня не было, и просто я взяла билет и не прилетела, и как бы рассчитывала на то, что я издалека, и меня просто пустят. Дорога, конечно, очень длинная, очень дорогая. У нас вот небольшие проблемы со связью, да. Ольга, если мы еще пару слов, так, чтобы мы проверили, как, может быть, уже наладилось. Давайте мне тогда перейдем в другое место, где будет более лучше, может быть, слышно? Да, да, давайте, давайте, главное, чтобы вас было слышно, да. Вы слышали все, что я сказала? Да, ну да, я слышала, что, в принципе, это была спонтанная акция, да, вы поехали на авось, потому что вы не были уверены. Но вот скажите, вы гражданка Украины, правильно я понимаю? Или же вы взяли российский паспорт, ну, потому что вы живете в Крыму, и там без российского паспорта нельзя? Да, это, конечно, я взяла российский паспорт, потому что я индивидуальный предприниматель, работать не могу, и не могу, как бы, тогда содержать ни свою маму, ни своего ребенка. Ну да, логично. Но вот вы приехали в колонию, да, и что вам? Вы говорите, я, мама Геннадия Фанасьева, и они вам что отвечают? Ну, они на самом деле все очень, дали очень быстро свидание, потому что это по законодательству Российской Федерации они обязаны это сделать. И в связи с тем, что очень много средств массовой информации, международной общественности приковано к этому делу, поэтому они как бы просто не посмели отказать. Вот, Ольга, вот вы до этого сколько не видели вашего сына? Я видела его на протяжении года несколько раз, но такое свидание, когда можно обнять своего ребенка, поцеловать, погладить по голове, это было первый раз. Все остальное это было за стеклом, но это понятно, что это не то. И мало того, что когда это за стеклом, то рядом с тобой сидит охранник, который контролирует каждое твое слово, и поговорить вообще абсолютно ни о чем невозможно. Ну, скажите, Ольга, а как Геннадий вообще? Как он себя? Ну, понятно, что он себя там чувствует плохо, он все же в тюрьме, но вы его как видите? Он держится еще или надо что-то предпринимать как можно скорее? Нет, несмотря на то, что он в таких вот ужасных условиях, он держится большим молодцом, но предпринимать, конечно же, нужно, я об этом вас всех прошу, потому что если мы не будем ничего предпринимать, человек просто погибнет, поэтому, конечно, нужно. Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы сами сказали, да, дорога туда в колонию, в республике Коми, это в глубинке Российской Федерации, это дорого. Адвокат, я тоже предполагаю, что это, ну, дорого, потому что если это хороший специалист, он, ну, дешево стоить не может. Вот вам кто-то помогает это все оплачивать, я имею в виду непосредственно даже вот украинское государство или какие-то люди от Украины, скажем так, или вы все на своих плечах тянете? Ну, до вот этого момента, как бы, до его признания, это вообще было все абсолютно на моих плечах. Сейчас помогают исключительно родственники этих же ребят, которые в нашем деле. Наташа Каплан, мама Ларисы Кольченко, то есть меня в дорогу собрали, называется, всем миром. Ну, пока что от украинских властей помощи не было, но я надеюсь, что, может быть, и поможут. Ну, вот, Ольга, вы обращались... В следующий раз Ларису Кольченко будем собирать вместе. Да, но, Ольга, вот вы обращались за помощью, поддержкой, и вам отказали, или же вы ждете, чтобы, ну, Украина предвела какую-то инициативу в этом вопросе? Ну, я не знаю, я так воспитана, что мне как-то вот не очень удобно обращаться за материальной помощью. Хотя, наверное, это было бы... Это же, что вашего государства, вы платили многие годы налоги, вы обязаны... То есть государство Украины обязано вам помочь и спасти, и помочь спасти вашего сына. Это обязанности государства. Это обязанности государства, я с вами согласна. Они просто очень часто, ну, многие вещи не знают, что происходит, да, даже у них под носом, не говоря уже о том, что происходит в Крыму. Это вот тоже такая вот невеселая правда. Но я не знаю, мы, конечно, попытаемся вам помочь с нашей стороны, однако вы уже это сказали в эфире, поэтому, надеюсь, нас смотрят, поэтому, ну, дорогие чиновники, это вопрос важный. Не могу не сказать, что у нас была встреча в Министерстве иностранных дел буквально на днях. Встреча была очень конструктивная, и вопрос по поддержке гены именно в материальном плане мы поднимали. Не я лично, а адвокат, и журналисты говорили об этом. Ну, вот что обещали сделать, не знаю, сделают или нет, они обещали помочь финансовой поддержкой именно правозащитникам или там адвокатам в республике Коми, и обещали помочь гене с вот ежемесячной материальной поддержкой, чтобы он там что-то мог в ларьке покупать, вот такое что-то. Ну да, чтобы он не питался только тем, чем... Да. Ну, а вообще, вот скажите, вот я просто себе мало представляю, да, вот мать, которая приезжает к сыну в колонию, которого осудили за терроризм. Ну, это вообще страшные вещи, тем более, когда это все надумано, это еще более жутко все выглядит. Вот чем он питается там? Ой, вы знаете, особо мы о каких-то там трудностях не рассказываем. Питание очень скудное, как бы рацион мы этот не обсуждали. Но я вам скажу, что я с ним была три дня, привезла ему какие-то тоже в попыхах, там купленные в этом непонятном верхнем чове что-то, в магазине ничего нету. Но он же, как бы, первый-второй день он кушал, на третий день он говорит, я не могу человеческую пищу есть. Ольга, скажите, теперь я хочу понять, как вы живете в оккупированном Крыму, потому что вы защищаете права вашего сына, да, человека, которого осудили, да, за, ну, за якобы, как бы намеревание страшных преступлений, да. Вот вы не боитесь очутиться там, где сейчас ваш сын? Если бы я могла очутиться именно там, где мой сын, я бы, конечно, там хотела очутиться. Но вообще, если, как бы, вот, не шутить по этому делу, то, конечно, я очень боюсь, очень боюсь. Вот у вас есть еще младший, да, сын, то есть брат, я так понимаю. Нет, у меня единственный ребенок. Это Геннадий, да? Геннадий, да, и я, да. То есть, ну, но вам никто не угрожал за все это время? Нет. Никто на допросы какие-то непонятно не звал? Ну, меня сейчас приглашают в прокуратуры, военные, окружные, но это исключительно по моему запросу в качестве пыток. Я, как в этом, в этом плане я тоже боюсь, конечно же, да, что вот я подняла этот вопрос. Но, с другой стороны, как бы, я надеюсь на то, на благоразумие Российской Федерации, потому что я не призываю ни к какому экстремизму, я борюсь исключительно за своего ребенка. Спасибо вам, Ольга, большое, держитесь, ну, мы, что сможем, так, как вам помочь, так будем стараться вам помогать. Спасибо большое, до свидания. Всего вам хорошего, держитесь. Спасибо, до свидания. Да, тяжело, конечно, ну, общаться с матерью человека, который находится в колонии, где-то в глубинке России, которого подозревают в терроризме, и еще он там считается бандеровцем, грубо говоря. Да, это, конечно, тяжело. Вот, Алим, вот расскажите, вот, по поводу, вот, Геннадий не единственный крымчанин, который, ну, вот так вот попал под вот этот серп, да, какой-то ненависти, да, со стороны оккупанта. Какая вообще там атмосфера, потому что, знаете, вот многие люди приезжают в Крым, как туристы, говорят, ну, да, больше даже места, как-то приятнее теперь отдыхать в Ялте, да, ходишь по Ялте, и нет вот этой упы, и людей нету. Ну, кому-то и, ну, мизантропам это вообще самое, ну, вот. У других спрашиваешь другое мнение, вот, давайте вы мне скажите, что вы можете сказать про вашу малую родину. Как по мне, когда я был в Крыму, ну, люди, есть, ну, люди, круг общения моих, ну, людей, друзей, они боятся высказывать какое-то мнение, потому что они там работают, и они не могут просто так вынужденно выехать, как я, как это сделал я. Вот, они боятся и стараются не обсуждать, как бы, ну, эти новости, потому что это реально небезопасно. Ну, даже те же мои родственники, они не говорят на эту тему. Да. Вот, знаете, вот, часто вот мы себе задаем вопрос, есть ли у государства стратегия возвращения Крыма, да, вот, программа Крымреали, которая производится совместно с Радио Свобода, они сделали официальный запрос, и вот какой-то это не получили. Стратегия возвращения Крыма засекречена. Об этом говорится в ответе Совета нацбезопасности и обороны Украины на запрос ресурса Крымреалии. Издание опубликовало официальный ответ СНБО, в котором говорится, что данные о стратегии относятся к категории информации с ограниченным доступом, согласно части 2 статьи 6 закона о доступе к публичной информации. Напомним, в июне этого года президент Украины заявил, что стратегия по Крыму будет презентована в ближайшее время, вместо презентации затишье на несколько месяцев, теперь же оказывается вместо презентации гриф секретности. Ну вот, Алим, когда вы сталкиваетесь с подобным, да, то есть вам президент, государство говорит, что в ближайшее время будет стратегия, потом молчат, потом оказывается, что это секрет, вот, какие ваши чувства? Ну, на самом деле, я сам как бы много думал об этой стратегии, как бы, как можно вернуть Крым. Я понимаю, что, скорее всего, стратегии этой просто нет пока что, потому что Крым нужно возвращать изнутри, это не просто взять и отжать так же обратно территорию, потому что те люди, которые там живут сейчас, они настолько зомбированы вот этим русским миром, что их смысл возвращать тоже тех же людей, которые будут говорить про Украину так же плохо. Просто у них очень сильно идет вот эта информационная война против Украины, потому что там показывают, что в Украине война, и все, и как бы им там голодно-холодно не было, там свет отключает, но в Украине война. В Украине хуже, и у них это показывают, я думаю, что нужно это как-то делать изнутри. Это не просто там взять и отжать территорию. Как вы считаете, вот блокада, да, гражданская блокада, которая, в принципе, она сделана не потому, что активистам, которые в ней участвуют, не нравится то, чтобы была торговля между, и это тоже не нравится. Ну, первоначальная причина – это отсутствие соблюдения прав человека на полуострове, это пытки, исчезновения, это политические дела. Да, но, тем не менее, у людей есть негативный эффект от тех, кто живет в Крыму, от этого всего. Да, цены растут, некоторые продукты исчезли в принципе, да, и поэтому, и все это преподносится, как вот смотрите, что делают украинцы. Ну, эту блокаду, я думаю, надо было делать еще год назад, тогда был бы еще больший эффект. За год Россия подготовила большую почву в тех же продуктах, в тех же супермаркетах, и люди привыкли покупать российскую уже за этот год. Это надо было делать год назад, когда резко просто обрубилось бы, это они бы больше почувствовали. Все равно, в любом случае, Украина плохая. Что бы Украина ни делала, Украина плохая, и как бы… Да, конечно, печальная ситуация, как возвращать Крым. Надо, правда, наверняка, пытаться и с ней, и изнутри, потому что… Да, разными способами. Вот сегодня, 13 ноября, правда, много лет тому назад, родился один из тех людей, о которых будут писаться книги, о которых будут писать в учебниках истории. Человек, который посвятил свою жизнь и который пожертвовал часть своей свободы в советское время, ради того, чтобы его народ, крымские татары, вернулись к себе на родину, в Крым, и который сейчас, уже в преклонном возрасте, из-за политики Российской Федерации, из-за решения Владимира Путина, не может вернуться к себе домой, в Крым. Я говорю о Мустафе Джамилеву. Сегодня у него день рождения. Вот коллеги из радиосвода подготовили как раз такое видео. Посмотрите, пожалуйста, и поднимите тост ради этого великого человека. Могло, сын Крыма. Так называют ныне изгнанного со своей родины Мустафу Джамилева. 13 ноября национальный лидер крымских татар отмечает 72-й день рождения. Непростой жизненный путь у него начался с раннего детства. Джамилев в годовалом возрасте вместе со своей семьей был депортирован из Крыма. В ссылке в 18 лет организовал Союз крымско-татарской молодежи. За антисоветскую деятельность провел в тюрьмах и ссылке в общей сложности 15 лет. Семь раз был судим советской властью. Уже будучи главой Центрального совета организации крымско-татарского национального движения, Мустафа Джамилев только в 1989 году вернулся на свою историческую родину. С 1991 по 2013 год глава мечлиса крымских татар. Мустафа Кармогло – активный противник аннексии Крыма-России, за что и объявлен персоной Нонграта в Крыму. 15 лет вывязаны в радянских таборах, тюрьмах и на страшных умовах. Это, знаете, и не втратить при этом цель, не лише мощность, а цель, завдание. Наш лидер сегодня, как и мы все, он переживает не очень простые часы. Но я хотел бы, чтобы мы все были такими впевненными в правоте своей. Таких лидеров, как Мустафа Ага, нет даже в Украине. Я считаю, что это тоже наш украинский национальный лидер, который сплачивает нацию, которая сегодня стоит на острие борьбы против страны-агрессора, человек, который показывает самые лучшие моральные качества и профессионализм в борьбе за будущее своего народа. Именно его устами и глазами видят и говорят основные мировые СМИ. В условиях аннексии, конечно же, его миссия и функция возросла, потому что все, что он говорит, информирует мировое сообщество о положении оккупированного Крыма. Это и есть наше главное оружие в ненасильственной борьбе против российской оккупации. Его близкие, друзья и соратники ждут его скорейшего возвращения в Крым. Доган кумыз, хайрлы олсын. Элбете, чок чалышасыңыз. Амма аратланмаға да вақыт кемеді. Бөліңіз ке, Крымда бізім халқымыз сіз япқан ішлеріне пек үмітлер бар. Онын үчін тұтқан ішлерінде Аллах сізге ярдым джоусын. Иншаллах, бераберлікте Крымда яшайджамыз. Аллах сізге жүмлеміздің берабер сақсаламетлик. Әмде яқын арада ғалабе берсін. Қысқы арада көрішеек, бетанымызда сақсаламет олып, өзімізін, меденетімізін, тілімізін, оқақларымызін тіклейік. Ана ватанымызға тез күнерді қайтып келіп, әвілятларымызның, порынларымыздан бетанымызуң ғұрылылып, шоқ ел омырлер сізге күсмет и насып етсін. Әмірді қайтып күмектер күсмет етсін. Для многих крымских татар Джамилев не только национальный и духовный лидер, но и моральный. Его называют наставником, учителем, отцом. Для меня Мустафаға лидер, лидер хрымлы, лидер крымских татар. Действительно настоящий, целостный, мудрый, глубокий, невероятно добрый, светлый человек, который способен вести за собой. Это невероятное качество для лидера. И он у нас есть, это счастье. И будьте нам еще долго-долго здоровым и радуйте нас. Хайрлы ашлар Мустафаға. Мустафаға, он доказал всем своим жизненным путем, то, что таких лидеров у крымских татар на самом деле не было, потому что он боролся за возвращение в Крым, крымск-татарского народа. И сейчас делает все то, в свои годы уже, все то для того, чтобы Крым опять вернулся в состав украинского государства, и чтобы крымские татары опять могли жить на своей родной земле. Это человек олицетворения мужества, который придает дух национальному движению, направляет его. Его принципиальность, непоколебимость вызывает восторг. в европейских демократических странах мира. Я думаю, что можно смело сказать, что Мустафаға на сегодня является совестью этой сегодняшней эпохи в борьбе с взорвавшимися оккупантами. Он не обманул наших надежд, и он продолжает оставаться той личностью, легендарной личностью, на примере которого молодежь воодушевляется и воспитывается. Мустафа Джамилев известен не только в Крыму и Украине. Он пользуется авторитетом среди мировых лидеров. В 2012 году о нем был снят документальный фильм «Крымогло. Борьба одного народа». Александра Мельникова, Юрий Антонов, Симферополь, Киев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова